МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Времена образцово-показательных хозяйств вроде бы остались в прошлом. Хотя другой аналогии не подобрать, когда оказываешься в ауле Родина. Его нынешнее состояние, вот даже разметка нанесена на асфальтированных улицах, вполне можно описать как село со всеми признаками городской цивилизации. И это только та часть истории, которая касается благоустройства. Здравствуйте, меня зовут Тимур Мухаммадеев. Вашему вниманию программа «Кабинеты». Другая часть – это агропромышленный производственный комплекс с легкоузнаваемым брендом. Руководит всем этим уже 27 лет Иван Сауэр. С ним мы сегодня и поговорим о ситуации в агроотрасли в целом и секретах его личного профессионального успеха в частности. Да-да. Разрешите? Здравствуйте. Иван Адамович, меня зовут Тимур Мухаммадеев. Здравствуйте. Программа «Кабинеты». Очень приятно. Очень амбициозную задачу сегодня Казахстан поставил по животноводству. 60 тысяч тонн мяса мы планируем отправлять на экспорт. Ориентировочно год был обозначен 2015, если я не ошибаюсь. К 2016. К 2016 год, да. Как вы считаете, насколько это реалистичная задача? Давайте с этого начнем. В тот момент, когда эта задача была поставлена главой государства, она была абсолютно просчитанная, абсолютно реальная. И в принципе, в принципе, она была просто... Ну, ее нужно было выполнять, и она, в общем-то, ни у кого и не вызывала никаких больших сомнений. Другое дело, что сегодня мы видим, не все так идет, как планировалось. Ну, здесь, на мой взгляд, сработало несколько факторов. Где-то сработал тот момент, что, а, это к 2016 году, это же будет еще не завтра, или послезавтра, а еще время будет, мы еще как бы наверстаем. Вот. И это был один из таких моментов, который было много отложено на потом. Ее нужно было буквально начинать сразу, выполнять сразу, действовать. Второе, на мой взгляд, и я уже об этом говорил, те потенциальные участники этой программы, на которых, в общем-то, рассчитывали, и которые должны бы были включиться, получилось так, что они остались наблюдателями, к сожалению. Вопрос в чем? Доверить выполнение такой серьезной программы, кому там бы не вздумалось, нельзя. Это должны быть серьезные командиры аграрного производства, проверенные в делах. Серьезную силу представляют крупные холдинги, крупные агроформирования. Ну, и я, в общем-то, считал, что если они включатся, то эта программа будет свободно даже перевыполнена. Ну, а сейчас вы думаете, что по времени не укладываемся и сроки будут отодвинуты? Я думаю, что... Ну, вопрос, что значит сроки отодвинуты? Это же не запуск космической ракеты, что перенесли там на неделю или на две. Ну, я имею в виду срок выхода вот на этот... Я думаю, что на эту цифру мы выйдем и мы даже ее перевыполним. Но это будет, к сожалению, не в 2016 году. Хорошо. Тогда вот к вопросу совсем уже, наверное, из последних. Это вот ситуация сейчас с Россией, их взаимный обмен с Западом санкциями. Вы наверняка в курсе. И в Казахстане сейчас активно заговорили, в том числе палат предпринимателей, призывая бизнес отечественный собраться, сгруппироваться и попытаться занять освободившиеся ниши. Для агрария сегодня этот вопрос, такая, точнее, постановка вопроса, она актуальна, как вы считаете? Я думаю, что нас, в общем-то, ориентировали на это многократно, на наращивание собственного производства, на увеличение объемов производства продукции и переработки ее последующей. Но то же самое как-то срабатывало то, что, ну, успеем, ну, как-то вот еще ничего. Бизнес наш избалован. Избалован. Однажды на встрече нам президент сказал, такой упрек и вполне справедливый, что нашему бизнесу только подавай рудники, скважины и так далее, а гвозди будут китайцы делать. Поэтому в этом есть, к сожалению, очень большая доля правды. Оно так, наш бизнес избалован. Взять тех же белорусов, их предприятие работает на уровне рентабельности 7-12%. Наш ни малый, ни средний, ни крупный бизнес даже не будет заморачиваться, там, если ему скажут 20-25% рентабельности. Этого очень мало, нужно больше. Я бы разбил проблемы обеспечения страны продовольствием и увеличением объемов производства для той же России на несколько блоков. Но есть такие вопросы, которые вообще не составляют больших трудностей решать. Для меня, допустим, воспринимается как даже какое-то оскорбление, то, что мы сегодня не можем себя обеспечить морковью, капустой, свеклой, картофелем. Это на том уровне ведения хозяйства, на том уровне обеспечения, которое у нас сегодня есть уже в республике. Мы эти проблемы можем просто закрыть в течение одного сезона. Там не нужно каких-то глобальных программ чертить, чего-то рисовать. Но говорим-то мы об этом уже гораздо больше, чем 2-3 года. К сожалению, да. Нас поправил, опять-таки, буквально президент недавно, что очень много субсидий выделяются. Мы не можем сказать, что государство Аграрникова ставило там с проблемами один на один. Субсидии выделяются. Но когда мы начали анализировать ситуацию, что же происходит? Вот есть, скажем, в производстве молока порядок субсидирования такой. Там есть три уровня. Три уровня субсидирования. Первый уровень, самый большой субсидированный, 25 тенге. Второй уровень, 15, третий, 10. То есть, где самое модернное производство, там больше дается субсидий. И так, где просто простое. Когда мы начали анализировать, что же происходит на самом деле, к чему привели субсидии за последних 3 года, мы увидели интересную картину, что там, где субсидируется первый уровень, там рост от 30 до 50 и более процентов производства. Там, где второй уровень, там 15-20 рост. Там, где третий уровень, там нет роста, там даже есть где-то снижение объемов производства. То есть, это именно подтверждает то, что постоянно нам указывает президент. Займитесь правильно, распределяйте эти субсидии. То есть, субсидии все-таки, они не должны быть под влиянием каких-то популистских шагов и решений. Вы упомянули о ситуации с импортным мясом. К сожалению, ситуация, к сожалению, продолжает оставаться такой. Но ведь сейчас она не просто, к сожалению, она усугубляется тем, что у нас еще Евразийский экономический союз стартует с 1 января. И мы всегда говорим про новые рынки. А у нас мощные конкуренты и Беларусь, достаточно сильная аграрная страна, и Россия. Получается, у нас шансов все меньше? Уровень ведения сельского хозяйства в Беларуси выше. Нам нужно это признать. Есть какие-то плюсы и в России, но есть и у нас положительные тенденции. То, что касается нашего, я уже говорил, растеневодства, оно конкурентоспособно. При том уровне государственной поддержки, которая сегодня существует, мы можем с ними конкурировать. Молочное и мясное животноводство? А то, что касается животноводства, то, конечно, очень существенная разница по уровню субсидирования. То, что сегодня происходит в России, и тем более в Беларуси, это есть. Но у нас есть время. У нас есть время. Почему? Потому что, ну, они сами сегодня, по крайней мере, объемы, которые производит Беларусь, они еще не позволяют закрыть все проблемы дефицита продовольствия по России, не говоря уже, чтобы добраться до Казахстана. И то же самое Россия. То есть здесь такой навык отгрозы нету прямой, да, больше? Я не вижу здесь какой-то угрозы. Тем более, что надо же всегда исходить из того, та продукция, которая производится здесь на месте, это натуральная продукция. То же мясо, это охлажденное мясо. С Беларуси могут нам привезти замороженное. Это другое мясо. Поэтому у нас пока еще есть время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин